Переходим к завершающему четвертому вопросу. Основные требования по созданию видео лекции. Требований по созданию видео лекции в действительности немного. Давайте их рассмотрим. От понимания этих требований будет зависеть вся дальнейшая работа преподавателя. Требование первое, самое сложное, это техническое обеспечение. Так как все остальные требования знакомы каждому, кому приходилось читать лекции перед аудиторией. К техническому обеспечению следует отнести наличие компьютера, оснащенного видеокамерой и микрофоном. Это самое основное. Идеальным решением может быть ноутбук, в котором есть встроенная видеокамера и микрофон. При этом желательно иметь выход в интернет с достаточной скоростью. Понятие достаточная скорость мало что говорит, но для примера могу сказать, что эту видео лекцию, включая запись, монтаж и так далее, я подготовил в программе, которая полностью работает через интернет. Так называемая работа через веб интерфейс, без никаких дополнительно устанавливаемых программ. При этом для выхода в интернет я использовал беспроводной GSM-модем, около 400 кбит в секунду скорость. В нашем университете имеется достаточный интернет во всех учебных корпусах. Также в техническую компоненту следует отнести наличие графического планшета, но для тех занятий, где необходимо что-либо писать руками. Например, формулы по математике, химии, сопротивлению материалов и так далее. Такой планшет идеально заменяет доску и мел, а также мокрую тряпку и работает как обычная ручка. Второе условие – это программное обеспечение видеозаписи и монтажа. Я уже говорил об этом только что. Существует немало таких программ, но среди них я выбрал и предлагаю использовать ту, которую использую сейчас, в ходе этой видеолекции. Она лучше всего подходит по критерию цена-качество. Качество моей видеолекции вы можете оценить сами. Оно вполне приемлемое для использования как в аудитории при просмотре с помощью проектора, так и в локальной сети или через интернет. Например, на сайте Центра дистанционного обучения. Подробное изложение техники работы с этой программой будет посвящено отдельное, на самом деле непродолжительное занятие. Оно несложное. Отвечу только цену вопроса. Эта программа имеет бесплатную лицензию. В этом случае при просмотре будет виден логотип компании. Или платная коммерческая лицензия, которая стоит всего около 10 долларов в год. Это небольшая сумма. Обе лицензии дают право на использование создаваемых видеолекций на усмотрение автора. При этом сама видеолекция может сохраняться на любой носитель. Например, флешка, CD или DVD. Хотя я считаю, что это все вчерашний день. Так и размещаться может такая лекция, как электронная публикация в сети. В нашем случае мы подчеркиваем на сам факт закрытого, защищенного размещения учебных материалов на веб-страницах преподавателей без возможности скачивания через интернет. Третий момент. Это содержательное и методическое обеспечение лекции. Это требование должно быть ориентировано на государственный стандарт только. Что понимается под этим требованием, я останавливаться не буду. Четвертое требование. Это освещенность помещения, в котором ведется видеозапись. Для обеспечения этого условия иногда бывает достаточно ограничиться настольной лампой. Пятое условие. Если вы ведете запись в ходе реальной лекции в аудитории, такой вариант вполне приемлем для опытных лекторов, то тут есть два условия. Если вы уже владеете техникой записи своего занятия, как это делаю я лично, о чем я расскажу в следующем занятии, то вам потребуется ноутбук и интернет. Больше ничего. А также возможно графический планшет при необходимости. Если вы еще не готовы сами себя записывать, то достаточно привлечь одного помощника. Это можно поручить и студенту, у которого должна быть хотя бы обычная, непрофессиональная видеокамера на штативе, чтобы изображение было стабильным. Ваш помощник также должен перемещать объектив камеры в то место, где вы находитесь. Например, если пишете на доске мела. Если вы используете презентационный материал в ходе своего занятия, то его лучше всего добавить на вашу видеозапись методом видеомонтажа. Теперь вы знаете, к кому можно обратиться по этому вопросу. Уважаемые коллеги, мы рассмотрели основные требования по созданию видеолекций. Есть и другие, связанные, например, с тем, как в свою лекцию добавить графику, звук, анимацию, видеофрагменты, которых, кстати, есть немало в интернете, их можно использовать. Но это уже совсем другая тема. Как это сделать практически, мы поговорим с вами на нашей следующей лекции. Продолжение следует...